Детский сад Игры для детей и готовит к будущей взрослой жизни Не балла, не едины Осенний кубок по теннису прошел в Артеме А теперь об этих других новостях более подробно В Артеме работает Центр оказания поддержки Семьям, мобилизованных и военнослужащих Участвующих в специальной военной операции Специалисты Центра стараются отвечать На все интересующие вопросы граждан Подробности далее В Артеме начал работу Центр оказания поддержки Семьям, мобилизованных и военнослужащих Участвующих в специальной военной операции На базе бизнес-инкубатора филиалов ГОЭС На улице Кирова, 3 Артемовцы могут обратиться с интересующими вопросами Или за помощью, в том числе психологической В первый день работы такого Центра За час от жителей поступило 12 обращений Кому-то из них нужна помощь в бытовой сфере Кто-то просил помощи в устройстве ребенка В детский сад Специалисты Центра будут стараться отвечать На все интересующие вопросы Мобилизовали мужа, например, который являлся единственным кормильцем Поэтому все записываем, разъясняем Говорим о том, что если муж станет участником спецоперации То, соответственно, на него будет оформлен счет Пойдут деньги Этот вопрос тоже решаемый И что мы дадим обязательно по этому поводу обратную связь Если будут возникать вопросы какого-то бытового характера Например, по устройству ребенка в детский сад По помощи, по вскопке огорода Вот уже были вопросы Поэтому все такие житейские вопросы, которые возникают сегодня у наших жителей В связи со сложившейся ситуацией Они могут обращаться и будем помогать Для работы в центре открыт набор волонтеров Здесь ждут также всех тех, кто хочет поддержать своих земляков Ну как же, как не мы, матери Конечно, мы в первых рядах Вся наша организация Она у меня филиал отделения А Приморская и Краевая уже давно Кто-то носки вяжет, отправляет Мы собирали одежду, продукты Отправляли и будем еще отправлять Мы занимаемся этим уже давно А тем более сейчас Сейчас, конечно, наша задача Успокоить людей Объяснять, что это надо Родина в опасности Мы должны обязательно в первых рядах быть Центр поддержки работает ежедневно В будние дни с 10 до 8 часов вечера В выходные с 10 до 3 часов Телефон центра поддержки 8 924 120 400 8 914 725 77 11 Вероника Климова, Дениснадельница, Светлана Нуре, Городские новости, телеканал Лента Уже сразу после открытия центра поддержки К специалистам обратилась жительница округа С вопросом о том, что она проживает с мужем Но их отношения не зарегистрированы И у них есть совместно нажитое имущество Как решили такой вопрос, вы узнаете в нашем сюжете Напомним, в Артеме по адресу Кирова 3 работает Центр оказания поддержки Семьям мобилизованных и военнослужащих Участвовавших в специальной военной операции В частности, в такой центр обратилась Ольга Подилова Она живет в гражданском браке с мужем Их отношения не зарегистрированы И у них имеется совместно нажитое имущество Так как идет частичная мобилизация И ее мужа забрали И она не знала, что ей делать Специалисты центра помогли ей оперативно решить вопрос В наш мобилизационный центр могут обращаться жители, семьи, у которых мы мобилизировали сейчас сыновей, мужей со своими проблемами Которые мы помогаем по мере своей возможности их решить Ольга Подилова хотела сделать выездную регистрацию Или чтобы ее мужа отпустили зарегистрировать брак Но вместе со специалистами они пришли к общему решению о том, чтобы оформить нотариальную доверенность Они вместе вышли на нотариуса, где он дал свое согласие на выезд в воинскую часть Где они оформят нотариальную доверенность Я обратилась вчера в свои проблемы Мне нужно было генеральную доверенность на меня сделать Я позвонила, мне буквально в течение получаса Мне порешали проблему, договорились, вот и сегодня встретиться Уже вот нотариуса оформили документы Все очень быстро Так что обращайтесь, вас никто не оставит За время работы Центра поддержки обратилось порядка 17 человек Вероника Климова, Иван Петров, Денис Надельный, Светлана Нуригородский, Новости, Телеканал Дента Мы поинтересовались у артемовцев, как они относятся к частичной мобилизации Что они пожелают тем, кто уже мобилизован И что скажут тем, кто уклоняется Скажите, как вы относитесь к мобилизации в целом? Ну в целом, наверное, все-таки положительно Потому что, ну, ситуация, есть ситуация, война, есть война Очень печально, конечно, что наши ребята, жалко всех, очень жалко Ну, наверное, все-таки это надо Рост надо, значит, надо Цело положительно К мобилизации отношусь я, ну, плохо То, что забирают много мужиков, ну, папу, если заберут, положительно А что пожелаете тем, кто мобилизован? Ой, ребята, держаться, ну, я не знаю Мы вас любим, мы вас ждем, возвращайтесь Вернуться живыми Терпение, удачи, ну и ждем с победой, честно Пожелаю удачи, чтобы остались все живые Удачи Что скажете тем, кто сегодня уклоняется? Кто уклоняется? Ну, ребята, подумайте, что, ну, долго не поуклоняетесь Ну, сколько можно будет? Ну, все равно это придется сделать Это наш долг И все равно мы, наверное, пойдем И дай Бог, чтобы все хорошо получалось Пусть будет стыдно им Родину нужно защищать Ну, у каждого свои, наверное, причины для этого есть Вот, ну, а вообще зависит, конечно, наверное, от воспитания, от образования Тут и осуждать нельзя Ну, как-то и обнадеживать их, поддерживать Я бы, например, лично не стала Тем, кто уклоняется, ну, лучше не уклоняться уже от этого Будь что будет уже Детский сад «Умка» проводит различного вида программы воспитания для детей В частности, на днях прошла интересная познавательная игра, которая относится к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Детский сад «Умка» работает уже на протяжении 8 лет Имеет большое количество разного интересного оборудования для детей В частности, сенсорные комнаты, игрушки, компьютерные столы, интерактивные доски А также оборудование для коррекции детей Каждый год обновляет материально-техническую базу Коллектив детского сада «Стабильный» На сегодняшний день работает 20 воспитателей и не только Имеются учителя-дефектологи, педагоги-психологи и учитель-логопед Работают группы не только общей развивающей направленности, но и компенсирующей направленности Для детей с ограниченными особенностями здоровья и особыми образовательными потребностями Несмотря на такое большое количество педагогов и воспитателей, дефицит кадров все же имеется Все специалисты нужны и крайне важны То есть 27 числа мы будем справлять не только день воспитателя Это день дошкольного работника К ним уже относится не только педагогический персонал Но и все сотрудники учреждения, и повара, и дворники, и, конечно же, помощники воспитателей Куда без них? Это наши вторые мамы у детей, помимо воспитателей Поэтому это день всех сотрудников детского сада Детский сад Умка проводит различного вида программы воспитания для детей В частности, на днях прошла интересная познавательная игра, которая относится к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самое главное, что условия учреждения позволяют проводить такого рода игры Воспитатели учат детей правильно переходить дорогу, формируют определенные знания, умения и навыки Которые пригодятся малышам в дальнейшей жизни В самостоятельных походах в школу или по городу Как правило, в таких мероприятиях принимают участие все возрастные группы Просто в соответствии с программой уровень определенных знаний и умений у них варьируется Поэтому детям подготовительного и старшего дошкольного возраста, конечно, уже идет усложненная тема Детям маленьких и среднего дошкольного возраста знакомим просто с понятиями Светофор, дорога, машины и опасности, которые представляются им на дороге Детский сад Умка ответственно относится к своим детям Учит их и готовит к будущей взрослой жизни Вероника Климова, Денис Надельный, Солон Нур и Городский, Новости, Телеканал Лента Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД Приморья и УФСБ Приморского края Совместно со следователями УМВД России по Приморскому краю Пресекли деятельность организованной группы Члены которой, занимая доминирующее положение в преступной среде края Совершали тяжкие и особо тяжкие преступления 22 сентября прошел суд 22 сентября 2022 года Артемовским городским судом Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 11 подсудимых Осужденных за мошенничество, разбои, вымогательство и причинение тяжких телесных повреждений Напомним, в 2015 году в ходе спецоперации, проведенной при силовой поддержке бойцов СОБР и спецподразделения УФСБ, была задержана банда вымогателей В ходе проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий Участники группы под видом легальной деятельности по оказанию охранных услуг совершали противоправные деяния в отношении предпринимателей Подозреваемые вынуждали их выплачивать крупные денежные суммы Участники группы шантажировали, запугивали потерпевших, угрожали и применяли физическую силу, чтобы доказать серьезность своих намерений В случае, если потерпевшие не располагали необходимой суммой, злоумышленники забирали у них дорогостоящие вещи и автомобили Кроме того, полицейские установили причастность фигурантов уголовного дела к совершению серии грабежей и разбойных нападений на территории Приморского края 22 сентября судом за совершенные преступления осужденным с учетом роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет В Артеме прошел осенний кубок Артемовского городского округа по теннису среди детей Он собрал ребят не только из Приморья, но и Хабаровска Всего 80 участников, рассказывает Луиза Сысоева 80 молодых спортсменов из разных городов в возрасте от 6 до 19 лет собрал кубок по теннису Теннисисты из Артема, Владивостока, Дальнереченска, Уссурийска, Находки, Хабаровска заявились на игры Турнир проходил на разных площадках, кортах в районе Лесной и физкультурно-оздоровительном комплексе Перед началом второго дня соревнований гостей приветствовал глава Артема Вячеслав Квон Я с большим удовольствием поздравляю всех с проведением детского турнира на территории нашего Артемовского городского округа Вы знаете, для нас это очень важно Почему? Потому что, мне кажется, после проведения этого турнира Теннис в городе Артеме, он, наверное, заиграет новыми какими-то оттенками И возобновится, как мне, правда, от души этого хотелось бы Огромное спасибо сегодня организаторам Они приложили очень много усилий для того, чтобы этот турнир состоялся И мы рады, что наш физкультурно-оздоровительный комплекс Он как раз и явился одной из площадок И вы видите, сегодня мы достаточно много сделали в плане Изменили освещение и здесь абсолютно комфортно играть в теннис Данный кубок отличается тем, что не является РТТ, российским теннисным туром Где спортсмены зарабатывают баллы Кубок дает возможность детям просто насладиться игрой Этот турнир не РТТ И на него заявилось большое количество детей Многие дети не играли ни разу, у них ноль Но они хотят играть Вот ребенок месяц назад взял ракетку, и он уже сегодня хочет играть Ведь он приехал, поиграл, посмотрел, как играют дети Увидел, и ему хочется тренироваться То, что поддерживает нас администрация Артема Это, конечно, большое им спасибо Потому что, я думаю, что вот эти соревнования, которые не дают детям очки Кроме кубков, кроме подарочков, которые спонсоры организовали Кроме медалек, грамот Все, они нигде по рейтингу, по теннисному Они нигде не повышают свои баллы Они просто играют, дети просто хотят играть Несмотря на то, что теннисисты не зарабатывали баллы Они играли в настоящий взрослый теннис По всем правилам и канонам Младшие проходили до 4 геймов Старшие 6 геймов, 2 сета Игры проходили увлеченно и насыщенно Одно дело, это играть на тренировке с тренером Тренер всегда выигрывает А когда они приходят на соревнования, играют с детьми Они начинают понимать, что дети тоже ошибаются Что они могут играть на равных, проигрывать В каких-то моментах когда-то проигрывать То есть получать игровой опыт Мы вообще планировали эти соревнования, чтобы наши дети поиграли между собой Когда мы объявили о начале турнира, о сборе заявок Мы получили около 80 заявок с разных городов детей Мы были очень удивлены, приятно, что есть нуждаемость Именно в получении игрового опыта детей По мнению тренеров и участников турнира, соревнования воспитывают спортивный дух Навыки, ловкость и стремление к победе Я играю с трех лет Мне это очень нравится Я даже уже участвовала в трех соревнованиях вроде или даже четырех Я ощущаю, что я должна все победить И у меня немного страх в голове Ну, волнение, да? Да, очень, но мне не сильно Этот кубок по теннису не принес баллов участникам Зато доставил массу положительных эмоций, общения И принес уверенность в своих силах Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Норик Городские новости, телеканал Лента В Рио начальнику МВД Приморья поощрил молодых людей Задержавших рецидивиста, напавшего на почтальона Житель Владивостока напал на девушку, разносившую корреспонденцию На ее крики отреагировали местные жители Молодые люди догнали, а затем удерживали злоумышленника до приезда полиции В отдел полиции Первореченского района Управление МВД России по городу Владивостоку Поступило сообщение граждан о том, что во дворе дома Они задержали мужчину, который пытался вырвать сумку у почтальона Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Молодые люди передали мужчину, напавшего на девушку почтальона В подъезде многоквартирного дома Злоумышленник был незамедлительно доставлен в территориальный отдел полиции Полицейские установили, что 46-летний ранее неоднократно судимый житель Дальневосточной столицы совершил нападение на 20-летнюю девушку почтальона Мужчина попытался вырвать сумку с почтовой корреспонденцией Почтальон оказалась не робкого десятка Не растерялась и привлекла внимание к ситуации громким криком На крики отреагировали местные жители Александр Аниськив, Леонид Ефман, Даниил Соломин и Наталья Потапова Они догнали злоумышленника и удерживали до приезда полиции Следственным подразделением отдела полиции Первореченского района Управления МВД России по городу Владивостоку Возбуждено уголовное дело по признакам преступления Предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации Это разбой В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям В Рио начальник МВД России по Приморскому краю полковник полиции Эдуард Хавабу Вручил молодым людям благодарственные письма за активную гражданскую позицию и решительность Проявленную при задержании подозреваемого в совершении преступления Теплые слова Эдуард Хавабу адресовал молодой сотруднице почты Благодаря которой удалось не только сохранить корреспонденцию, но и задержать подозреваемого Он поблагодарил Ксению Барбенко за решительность действия при задержании преступника Пожелав девушке удачи и крепкого здоровья Я хожу, разношу почту, стучусь в квартиру, слышу сзади шаги, поворачиваюсь, у меня тянут за сумку Я сумку не отдаю и кричу Просто прибежали на крики помощи, помогли девушке, поймали преступника Услышали то, что крики девушки и все вместе сразу прибежали к подъезду Вот когда девушка вышла, я сразу стала с ней разговаривать, спрашивать, как у нее самочувствие, смотреть на ее вообще ссади, на ушибы На этом все новости на сегодня, я с вами прощаюсь, всего доброго